Хорошие девчата, заветные подруги, приветливые лица, огоньки, веселый глаз, лишь мы затянем песню. Советская картина «Девчата», вышедшая на экраны в 1962 году, сразу же полюбила зрителям страны. Искренние живые персонажи, работавшие и любившие на территории сибирского рабочего поселка, навсегда запомнились гражданам СССР. Вот только в Сибири знаменитый леспромхоз снимался очень недолгое время. Чтобы создать знаменитый фильм, съемочная группа много покаталась по стране. Фильм «Девчата» снят по повести писателя и профессионального лесоповальщика Бориса Бедного. Режиссеру Юрию Чуликову история очень понравилась. Он захотел экранизировать повесть, но понял, что это получится просто бытовая зарисовка. Он попросил писателя добавить эмоций, ярких характеров и юмора и получил сценарий отличной комедии. По задумке режиссера, фильм должен был стать многосерийным. Режиссер хотел рассказать подробно о судьбе каждой из «Девчат». Но киностудия идею не поддержала. И продолжение не последовало. Уже в 90-е о продолжении заговорила Светлана Дружинина. Но и этот проект тоже остался висеть в воздухе. Тумбочек у нас хоть завались, а вот по части подушек бедствуем. Что же мне на тумбочке спать? Еще не ясно. Юрий Чуликов в то время был женат на актрисе Наталье Кустинской, которая мечтала сыграть Тосю. Хоть совет счел Кустинскую слишком красивой для этой роли, несмотря на то, что актриса очень серьезно готовилась. Даже упрощала свою яркую внешность при помощи грима. Ее пробы все равно забраковали. Да и Чуликов не сильно настаивал на ее кандидатуре. Тосю Кислицыну выбирали между Надеждой Румянцевой и Валентиной Малявиной. А потом муж не решался сказать Кустинской, что съемки уже начались без нее. Николай Рыбников, которого утвердили в фильм «Даже без проб», очень хотел, чтобы в роли красотки Анфисы снялась его жена Алла Ларионова. Но режиссер взял Светлану Дружинину. Рыбников обиделся и на съемках относился к актрисе очень прохладно. Самому Рыбникову для съемок пришлось похудеть на 20 килограмм. Так актер выглядел моложе. Между Николаем Рыбниковым и Надеждой Румянцевой понимания тоже не было. Хотя на экране они играли вспыхнувшее чувство. Рыбников тогда уже был звездой и выражал недовольство выбором режиссера. Ему не хотелось играть с менее известной партнершей. Он называл Румянцеву «выскочкой» и вел себя соответствующе, что актрису искренне возмущало. Из-за их скандалов даже пришлось переписать некоторые сцены и переснимать кадры. Надежде Румянцевой, в свою очередь, не нравилось, что слишком много внимания уделяется мужским персонажам. Хотя фильм называется «Девчата». Юную Тосю Кислицыну актриса сыграла в 31 год. А начиналось все с Мосфильма, точнее на Мосфильмовской улице, где высадили около 300 елей, превратив эту часть Москвы в самую настоящую тайгу. Это было очень удобно для актеров, так как гримировали их прямо на Мосфильме, откуда до самой площадки идти было всего 5 минут. Но режиссеру Чуликову съемки в Искусственной Сибири казались недостаточно натуралистичными, и поэтому было решено все-таки отправиться в настоящий рабочий поселок на Северном Урале в Пермской области. Решение это дорого далось съемочной группе, так как съемки в 40-градусный мороз оказались занятием крайне экстремальным. Операторам приходилось держать камеры под полушубками, но техника все равно выходила из строя. Гримеры жаловались, что красные носы актеров невозможно замазать никаким гримом. А во время съемки сцены, в которой Тося приносит лесорубам обед на делянку, Николай Рыбников чуть не остался без языка. За несколько дублей горячий суп в термосе успел остыть, и когда Рыбников всунул алюминиевую ложку в рот, она сразу же примерзла к языку. Согласно одной из баек, актер не растерялся и выдернул столовый прибор изо рта вместе с куском кожи. Однако по другим версиям, съемки все-таки приостановили и оказали артисту необходимую помощь. После таких мучений было решено переместиться в более теплые края, и ближе к лету группа отправилась в Тверскую область, где Чуликов договорился о съемках с руководством еще одного действующего леспромхоза. Площадку организовали на нижнем складе предприятия, работу которого не собирались останавливать. Там художники Мосфильма готовили декорации для имитации зимнего леса, укутывали бревна ветки ватой, покрывали тракторы и краны известкой, а сверху все сдабривали лаком, чтобы снег искрился. Актеров же разместили в деревянной одноэтажной гостинице леспромхоза, куда молодые парни из поселка ежедневно наведывались, чтобы позвать Надежду Румянцеву на свидание. В тепле снимать было тоже не так комфортно, ведь несмотря на реальные погодные условия, действия фильма по-прежнему происходили в Сибири, и актерам приходилось париться в жарких тулупах и зимних шапках. Но это было все еще цветочки, так как финальные сцены фильма доснимали уже в Ялте, в 30-ти градусную жару. Вот тут артистам пришлось по-настоящему не сладко. Гримеры скупили почти все салфетки в ближайших магазинах, стирая бесконечный пот с олба героев. Ватой на бревнах обойтись тоже не удалось. В этот период снимались сложные драматические сцены, часто происходившие в помещениях, куда герои должны были входить с мороза, сопровождаемые клубами пара. Конечно, ни о каком морозе в Ялте речи быть не может, поэтому за дверью ставили пиротехника. Он по команде пускал в кадр пахучий белый пар, от которого вся съемочная группа просто задыхалась. У нас с Камчаткой называется. Сидят там некоторые по вечерам парочками. Посидят-посидят, а потом комнату отдельную требуют. На премьеру пришли все, кто участвовал в создании фильма, кроме Инны Макаровой. Это была принципиальная позиция актрисы. Она обиделась на режиссера за то, что он вырезал сцену, в которой ее Надя расстается с нелюбимым женихом Ксан Ксанычем. Киноначальство и критика фильма проигнорировала, сочтя чересчур бытовой и мелковатый для советского экрана. А вот зрителям комедия очень понравилась. Фильм ушел в народ. Его цитировали почти на каждом углу. Полюбили его и на зарубежных международных фестивалях. Фильм получил премию в Эдинбурге, в Каннах и в Мальдельплато. А Надежду Румянцеву западная пресса называла Чаплином юбке и советской Джульеттой Мазиной. Однако результат страданий и стараний команды Чуликова оправдал все ожидания. Артисты всегда с любовью вспоминали об этом сложном, но захватывающем опыте. А некоторые даже хотели снять продолжение, рассказать историю каждой из девчат отдельно. К сожалению, задумка так и осталась нереализованной. Зато у отечественного зрителя навсегда остался замечательный фильм про любовь и дружбу, который до сих пор любят и смотрят по всей стране. Дорогие друзья, для канала важна ваша поддержка. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Если хотите поддержать канал финансово, ссылка в описании. У меня также есть бусти, на котором контент будет всегда выходить раньше, чем на ютуб. Некоторый контент будет сугубо только на бусти. С вами не прощаюсь и до встречи.